Псалом Асафа 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 которое я приобрел, что когда люди скрываются там в каких-то монастырях, отделяют себя от Бога и считают, что это является таким своеобразным царством Бога, это не совсем правильно, в этом нет полноты. Да, отделяться для Бога нужно, но при этом нужно присутствовать в этом мире и это более правильный подход. Потому что те люди, которые живут отдельно и посвящают себя на 100% Богу, иногда принимают обед, молчание или еще что-то, и на самом деле Бог им что-то говорит, и они получают какие-то откровения, но их нужно реализовывать. То есть они не должны остаться на одном своем месте, там, где этот человек скрылся, спрятался от общества. А вот реализация, здесь уже существуют определенные последствия. Почему? Потому что даже у нас в России в недалекие 90-е годы мы видим пример, как, например, Александр Мень, который говорил о реформации церкви, и начал говорить открыто о том, что не все гладко, и в конце концов его убили. И можно получить откровение где-то, да, и там держать его в себе, ничего с этим не делать, но это не то, что Бог хочет. Поэтому суть не в том, что мы не от этого мира, а значит мир, он сам по себе, а мы сами по себе. У некоторых есть такая тенденция, думай, что царство Бога, оно вот отдельно, а мир этот, он отдельно. И поэтому даже ожидание царства Божьего, оно заключается в том, что вот придет что-то отдельное от этого мира и вступит в свои права. Но Бог не так задумал изначально, ну всю структуру вообще земли и человека, он изначально не так задумал. А если он не так задумал, то есть он не задумывал, что царство Бога будет находиться отдельно, а другое царство, да, греха и дьявола, оно будет находиться отдельно, и вот они отдельно будут существовать друг от друга. У него вообще вот планов таких не было, и всего вот этого зла, и ада как бы, и у него не было желания этого делать. Первоначально то, что он сделал, это как вот мы читаем здесь, да, здесь говорится, что я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Это ту власть, которую Бог дал человеку, когда его сотворил. Вот, когда Бог создал в Эдемском саду Адама и Еву, он отдал человеку во владение землю, которую он создал. Псалом 113, 24 стих. Написано, небо, небо Господу, а землю он дался нам человеческим. В Библии очень часто есть просто, вот, знаете, вот стих, да, из речения, вот сказано, буквально две строчки. Но мы как понимаем часто, ну, часто, когда нам становится понятно, когда мы 10 раз об этом услышим, когда нам еще 15 подпунктов раскроют и поработают со всеми нашими противостояниями, да, поработают со всеми нашими возражениями, и тогда мы начинаем, ну, как бы, серьезно над этим задумываться и, возможно, применять в своей жизни. Вот, и я не говорю, что этого не нужно делать, и часто это помогает, но существует основание, да, всего вот этого сказанного. И основание это, оно может быть очень коротким, поэтому, вдумываясь вот в то, что здесь написано, здесь говорится, что он дался нам человеческим землю во владение вообще. Вот, то есть, как бы, и поэтому назвал людей богами. Богами не в смысле существа, да, как такового личности, а богами в смысле управления, да, то есть, как бы, нам принадлежит то, что мы имеем по праву. Бог это дал и дал в такое распоряжение, что назвал людей богами. Что это значит? Что вот этот процесс, он запущен, и он работает. Так бог предназначил от начала землю и человека, да, то есть, он не придумал ничего другого. Он просто придумал, что вот так вот будет. Вот она земля, вот он человек, теперь человек, ты владеет и землей полностью, она твоя. Бог со своей стороны сделал все необходимое для того, чтобы мы, люди, могли это делать. И он запустил этот процесс. И теперь это работает так, как бог запланировал. До сих пор это работает так, как бог запланировал. И в том смысле, что что-то поменялось, поменялось благодаря нам, людям. Поменялось я имею ввиду, что появился грех, да, появился дьявол, и появилось зло, и какая-то борьба между добром и злом. Это все появилось благодаря нам. Почему? Потому что нам был дан выбор, мы созданы богами, в кавычках, да, и нам дана была власть выбирать, и нам дана была власть управлять. И эта власть была изначально, в самом начале создания. И вот бог, он запустил эти процессы. И на самом деле, бог, он не может просто взять все и изменить. Потому что, знаете, это как, видели, как домино падает, да. Если вот одну доминошку запускают, когда их там расставляют, они все, цепная реакция пошла, и все. Бог создал помимо земли и человека, он создал еще вселенную. И вся вселенная, она его словом держится. Понимаете, почему не может уйти ни одна черта из закона, например, да, и ничего не может исчезнуть из закона. Потому что это все за собой потянет все остальное. Все то, что бог поставил словом своим, все, что держится его словом, это все потянет за собой дальше. Да, это как вот в том примере, когда царь издал указ, и он сказал убить всех евреев, да. А потом он узнал, что он издал указ против того человека, который на самом деле сделал ему хорошо. И тогда что он делает? Он не отменяет свой указ как царя. Он дает повеление евреям сражаться за свою жизнь и защищать себя. То есть, понимаете смысл? Вот это, почему? Потому что если он отменит, что тогда стоит его слово? Его репутация, его власть, она просто падает, и он теряет царство, он теряет власть. Прямо точно такой же принцип действует у бога. Вообще бог начало всего. И все, что сделали люди или ангелы, да, или кто бы там еще ни был, это все просто взято из того, что бог сотворил. И мы просто копируем и делаем. Мы получаем откровение и создаем. Идеал ничего нового не придумал. Человек тоже ничего нового не может придумать, потому что бог уже все сделал. Но это не скрыто от нас. Это сокрыто для нас. Для того, чтобы мы получали и использовали это. И получается, что все, вся вселенная держится словом бога. И невозможно взять и в момент как бы переменить, да, переменить все. Потому что сломается вся конструкция, да. Сломается все. Если одно слово нарушено, то есть, да, просто вот о чем я говорю, что пришел дьявол, да, пришел Люцифер. Но он не был дьяволом, он был Люцифером, да. Он пришел и говорит Адаму и Евею, смотрите, бог сказал, бог не сказал. Мы эту историю уже много раз знаем, слышим. Но суть в чем, в том, что он пришел обмануть и после того, как он это сделал, после того, как он обманул, бог мог бы, что сделать в своей власти? Он мог бы просто взять, уничтожить дьявола, да, уничтожить людей, начать все сначала. Но тогда бы все, что он создал, вся вселенная, это все тоже бы понесло такое же разрушение. И даже когда мы видим историю с потопом, да, то земля была потоплена, но люди все равно остались. Бог не создал нового человека. Он оставил людей и этот род продолжился. То есть, да, какие-то корректировки, так сказать, вносятся, да, но что-то меняется в процессе жизни, но это не отменяет то, что уже установлено Богом. Потому что если это отменить, это просто все остальное тоже разрушится. Поэтому Бог не мог наказать дьявола вот таким вот образом. Почему? Ну, просто вот взять и перечеркнуть его жизнь. И дьявол это понимал. На самом деле, ну, тогда еще Люцифер, да, на самом деле он понимал это очень хорошо и знал Бога очень хорошо. И он понимал, как действуют вообще духовные законы и все остальное. И его обман, он не был случайным. И он знал, он вот это вот изречение знал. Вот представляете, что Бог создал землю, создал человека, и он сказал человеку, вы боги, теперь властвуете на этой земле. И на самом деле человек, он обладает большей властью, чем даже ангелы обладают. Мы думаем, что вот ангелы, там они с Богом, но на самом деле у человека гораздо больше власти, чем мы о себе думаем. Тем более в нынешнее новозаветное время. И поэтому Люцифер, он, можно сказать, что он завидовал даже человеку в том, что человек имеет власть. И выбирать, и распоряжаться, да. А ангелы это существа служебные, духи служебные. Они не для этого были созданы. И тогда что он делает? Он понимает, что если он заставит Адама и Еву добровольно подчиниться ему и отречься от Бога, тогда он приобретет эту власть в свою жизнь. Потому что если бы он начал войну против Бога, естественно, он бы проиграл. И здесь вот и суть-то в том, что он понимал, что он делает. Потому что в Библии говорится, что кому мы себя отдаем в рабы, да. Если мы отдаем себя в послушание греху или дьяволу, то мы и того и рабы, или Богу, да. Получается, это наше добровольное решение. И он понимал, что если человек это сделает добровольно, естественно, он получит эту власть, которая принадлежит человеку в свои руки. И Бог не сможет ему ничего сделать, потому что таким образом он знал, что слово Бога, оно имеет основание. И он не может противоречить себе. Он не может взять и все перечеркнуть. Просто потому, что тот поступил не так, как Богу хотелось бы. И это как взять заложников. Знаете, как берут заложников, например, в банке. С одним пистолетом можно взять заложника и ограбить банк. Да, все смотрели кино. Представляется, что там куча охраны, защитных систем и всего остального. Но если берут заложники, то все эти сейфы открываются, все эти охранники, они не сопротивляются. И грабители даже часто забирали эти деньги и убегали, уходили. Почему у них это получалось? Разве могут они с одним пистолетом противостоять всей этой системе защиты? Конечно, нет. Но из-за того, что они берут в заложники, они это делают. И вот по сути человек оказался в заложниках у Люцифера в то время. И таким образом, оказавшись в заложниках, отдал ему свою власть. И после этого то, что принадлежало нам по праву, мы сами передали это ему. И теперь мы имеем то, что имеем здесь на земле. И из-за этого, собственно, и началась вот эта вот духовная война, которую мы сейчас имеем. И на самом деле и дьяволу, и бесам им нужны тела. Без тела ничего невозможно сделать. И очень часто дьявол хочет, чтобы его рисовали как черта с рогами, такого огромного, сильного, мощного. И бесов вот таких же, да, там фильмы ужасов смотрели всякие, да, там, наверное, и так далее. Но по сути без плоти, без тела он не может сделать ничего. И все остальное это иллюзии, которые приходят через воображение, через впечатлительность человека, еще через что-то, да. И если нет тела, то он не может сделать ничего. Ему всегда нужно тело. Любому духу нужно тело. Поэтому, по сути, здесь на земле свиньи, они имеют гораздо больше власти, чем духи. Потому что, когда Иисус изгонял из Годаринца легион духов, да, они просили послать его в свиней, потому что без тела они никто вообще, ничего не могут сделать. И в этом случае у свиней больше власти, чем у злых духов. И нужно это понимать. Вот. Когда мы говорим о противостоянии, о духовной войне, о том, что в каких обстоятельствах церковь живет сейчас, и для чего? Для того, чтобы, ну, как понимать и правильно действовать. Вот. В Ефесянам, в шестой главе. Ефесянам 6. Десятый стик. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобов поднебесной. И так здесь говорится о том, что мы боремся не против плоти и крови. Да? Не против плоти и крови, а против правителей мира тьмы века сего, против духов злобов поднебесной. И не всегда речь идет об одержимости. Не всегда. Потому что Иисус, ну, мы должны понимать. Мы должны понимать и мы должны правильно реагировать на происходящее. И у Иисуса у него получалось вычислять, когда в его жизнь, говорит, дьявол даже через близкого ему человека. Вы знаете, да, что вот Петр, он получил откровение, только что получил откровение о том, что Иисус Спаситель. И после этого Иисус говорит, что, ну, я пойду на крест. И тут Петр говорит, ну, какой крест, да не будет этого с тобой. И у Иисуса была, да, способность к развлечению духов. И он понимал, какой дух, что пытается сказать через Петра. И поэтому он ему сказал, отойди от меня, сатана. И Петр на самом деле, он не был одержимым злым духом, да. Но дьявол имеет возможность говорить. Поэтому мы не должны удивляться, что дьявол может нам говорить через близких нам людей, родственников, друзей и так далее. Даже верующих. Почему? Потому что... Это дух, ему нужна плоть для того, чтобы что-то доносить, чтобы что-то говорить, да. И необязательно человек в этом смысле будет одержимым. Не обязательно совсем. Просто он может выпасть, так сказать, из контента, как бы, да, который его окружает, и взять информацию не оттуда. И все. Поэтому тут суть не в том, чтобы считать всех, как бы, использованными против тебя. А в том, что есть такой дар Духа Святого, да, это развлечение духов. И это именно развлечение духов, да, это не просто дар развлечения, потому что некоторые говорят, что, ну вот, дары Духа Святого, да, там, различные, там, говорения на языках, пророчества, развлечения. Не просто развлечения, развлечения духов, да, то есть, что за этим словом, за этим событием, за этим человеком, что за ним стоит, или кто за ним стоит, какой дух. Именно развлечения духов. Вот Иисус прекрасно использовал этот дар, которым он обладал, и очень легко мог увидеть, что через Петра приходит к нему не то послание, которое нужно. И мы должны это принимать во внимание. Потому что, на самом деле, у дьявола до сих пор нет никакой власти, если мы ее не дадим. То есть, вся его власть – это обман. И он хочет донести это таким образом, чтобы использовать нашу же силу против нас. Потому что без нас, без нашего разрешения, без нашего решения этого не может быть. И мы должны понимать, что вот, исходя из всего вышесказанного, да, мы и должны иметь такие взаимоотношения с Богом, в которых присутствует наша часть. Ну, то есть, если Бог задумал так, что вот земля, да, которую я создал, и вот человек, и я называю человека, тебя так, что вы есть Боги по отношению к тому творению, которое у вас есть, распоряжайтесь им, вам дана вся власть распоряжаться этим. И это не происходит автоматически. И тем более, еще ситуация ухудшилась тем, что есть тот, который забрал у нас эту власть и действует против нас, нашим же оружием. Теперь нужно понимать, что, ну, вот этот стих мы, во-первых, должны правильно интерпретировать, и всегда его помнить, что нам нужно покориться Богу. Каким образом покориться Богу? Да мы должны вообще принять то, что мы являемся обладателями этой власти. Это покориться Богу. Покориться Богу – это значит занять свое место. Покориться Богу – это значит взять эту ответственность на себя, распоряжаться тем, что нам вверено. То есть, другими словами, это и не значит, что земля, на которой мы живем, отдельно должна иметь царство зла и дьявола, и отдельно должна иметь царство Бога. И вот церковь, она крутится, так сказать, в своем царстве Бога и в своем собрании, а остальные живут отдельно. Не в этом изначально была задумка Бога, и поэтому так оно работать не будет. Бог хочет, чтобы мы взяли то, что нам принадлежит полностью. И в этом Бог будет сотрудничать с нами. Тогда все становится на свои места. И именно так царство Бога, оно должно продвигаться на этой земле. А не так, что строится отдельное, как бы, царство, которое независимое. Поэтому, когда мы это понимаем, то следующее, что мы должны сделать, это начать сотрудничать с Богом, поставить свою часть. Потому что Он уже утвердил все своим словом и поставил все своим словом. И это работает, это работает несмотря ни на что. Потому что это Его слово, ни одна черта не уйдет из этого. Из того, что Он обещал, из того, что действует. Например, самый близкий к нам, это Бог сказал людям, плодитесь и размножайтесь. И можно молиться до посинения. Но если не сделать нужных манипуляций между мужчиной и женщиной, детей не будет. Вот сколько хочешь, можешь молиться, просить Бога, понимаешь, чтобы это произошло. Но аист не прилетит, не принесет ребенка. Бесполезно. Мы это знаем. Почему? Потому что нужно сотрудничать с Богом в этом. Так во всем остальном точно так же нужно сотрудничать с Богом. Бог не только благословил человека, чтобы мы плодились и размножались. Но и во всем. Он сделал нас богами по отношению к тому творению, которое Он создал. И Он говорит, вы вообще распоряжаетесь этим. Это вам принадлежит. Это не принадлежит дьяволу. И Он дьявола не уничтожил только вот и по этой причине. То есть на это действие Он создал противодействие, как ад. Но Он не убрал его, потому что все бы остальное рассыпалось. Понимаете? Как вот в этом истории вот с этим царем. Он не может просто отменить свое слово, потому что все остальное тоже держится на его слове. И представляете, если он в чем-то малом будет неверен в своем слове, все его слово, которое держит все остальное, так же перестанет иметь эту силу и опору. И это все рассыпется. Поэтому на каждое действие Он создает какое-то противодействие. И то, что уже запущено, оно будет работать как часы. Оно не остановится. Оно будет идти вперед, идти икать. И нам нужно найти себя вот в сотрудничестве с Богом по отношению к тому, что уже сделано и создано. И тогда мы увидим, как это легко начинает приводить сверхъестественные процессы Божии в нашей жизни. И увидим, уверен, великие дела. И дети по-другому не получаются. Потому что есть люди, которые считают, что если Бог дает, значит дает. И считают, что Бог, если Он хочет, чтобы детей больше не было, значит детей больше не будет. Бог остановит этот процесс. Да не остановит Он его. И 10, и 15, и 20 будет, если ты сам это не остановишь. Потому что Бог благословил этот процесс. Если бы Он контролировал этот процесс, то тогда бы, скажем, у блудниц, у них бы не было детей. Зачем им дети? Бог бы останавливал этот процесс. Зачем нужен ребенок матери-одиночке, который и так воспитывает двоих, зачем ей третий? Зачем, зачем, как бы, да? Вот у людей возникает вопрос всегда. А где же Бог? А почему Бог это допустил? А почему? А потому что человек, он должен сотрудничать с Богом в том, что принадлежит человеку. Потому что Бог благословил в чем-то людей. Но человек должен занять свою позицию для того, чтобы все сделано было правильно. Поэтому мы и живем здесь, и сказано, чтобы царство Бога, оно было и на земле, как на небе. Почему? Потому что мы должны начать сотрудничать с Богом таким образом, чтобы это взаимодействие, оно поставило на свои места все Слово Божие, все благословение, которое Он задумал для человека. Без сотрудничества с человеком этого не может сделать никто здесь на земле. И даже дьявол не может ничего сделать без сотрудничества с человеком. Его сила, она ничего не имеет, если человек не сотрудничает с ним. Вот, поэтому это просто очень яркий пример с детьми. Но в отношении там исцеления, спасения или пробуждения все действует то же самое. Все точно так же действует. Что касается пробуждения, да, которое очень часто мы ожидаем, что вот оно должно прийти, да, у нас как бы очень часто такое сравнение есть с Днем Пятидесятницы. Что вот все собрались единодушно вместе и ожидали, когда было сошествие Духа Святого и началось пробуждение. И там на самом деле было пробуждение. Да и вообще пробуждение. Что такое пробуждение? Пробуждение – это Дух Святой, да? Без Него никакого пробуждения не будет. И поэтому то, что мы ожидаем, то, что мы ожидаем, это именно вот действие Духа Святого. И очень часто ожидаем таким образом, что вот сидим и ждем, когда же Он начнет действовать. Но с нашей стороны мы должны тоже что-то сделать, чтобы это пробуждение, оно начало двигаться. У нас есть сила, да, но мы должны взаимодействовать вместе с Богом и, ну, у нас, мы должны стать ответственными людьми, скажем так. Ответственность – это очень важно. То есть вообще понять свою ответственность. Потому что, когда мы возлагаем всю ответственность на Бога, что Бог вот возьми и ты сделай, да, а я буду, как бы, просто наблюдать со стороны, ну, так оно не будет работать, понимаете? Ну, не просто так, как бы Бог дал власть человеку на этой земле. Он дал, чтобы он ею пользовался. А пробуждение, оно не придет, там, через бомбардировки молитвами просто, знаете, что давайте сейчас вот начнем тут ходатайствовать, и Бог сойдет и сделает. На самом деле, я уже раньше это говорил, что для меня, мне самому начинает резать слух, когда я начинаю просить Бога о чем-то или о каком-то человеке уже не первый раз, да, вот, или о какой-то ситуации. Я уже сам осекаюсь на этом. Потому что для меня вот это событие стало однажды странным. У меня, как у возрожденного человека, да, есть сердце. И хотя бы еще мое сердце, да, которое включает в себя душу, моя душа и мое тело, они еще не искуплены и не изменены полностью. Но тем не менее, я по отношению к какому-то человеку или к какой-то ситуации имею такое милосердие, такую милость, такую любовь, что я обращаюсь к Богу и говорю, Бог, помоги. И вижу, например, что ничего не происходит, да, например, вижу, что ничего не происходит. И тогда я опять начинаю, Бог, помоги, да. И что это значит, как бы, вот, если я второй раз это делаю, это означает, что, первое, либо Бог меня не слышал, да, либо Бог меня слышал, но Он по какой-то причине не помогает. Тогда что это означает, что у Бога у Него меньше любви, чем у меня, или меньше милосердия, чем у меня, да, или меньше желания помочь, чем у меня, на самом деле у Бога больше желания принести пробуждение в этот мир, чем у нас самих. И вот представьте, что мы, ну, так нуждаемся в пробуждении, что мы просим Бога, чтобы Он это сделал, а этого не происходит, да. И мы молимся, и молимся о пробуждении, чтобы Он это створил, как бы, чтобы Он это сделал, а этого все равно не происходит. И мы думаем, что, надо Бога, наверное, больше, сильнее, надо пост пойти в 20-дневный, чтобы это пробуждение пришло. Почему-то Бог не действует, потому что пробуждение – это дух. И дух Божий, он входит в жизнь человека, да, он касается, и пробуждение приходит. Любовь Божия начинает действовать. Но мы говорим, чтобы Бог Он сделал, мы умоляем Бога, чтобы Он сделал, и на самом деле можем это делать очень долго, и очень долго может ничего не происходить. И тогда в какое положение мы ставим Бога? Мы ставим Бога в такое положение, что мы-то на самом деле более любвеобильные, более, ну, как бы, люди такие, с таким сердцем открытым и большим, а Бог, Он, короче, вообще, ну, что, Он не видит, не понимает, Он не видит вот этой ситуации, Он не понимает, как эти люди живут. Вот, получается, мы Бога ставим вот в такое положение. У Него так мало любви, у меня ее больше, потому что Он что, не может помочь этим людям, там, пробудиться, да, что-то изменить. И вот такие сдвиги происходят в нашем, ну, мы этого не замечаем. Мы можем этого даже не замечать, но по сути это так выглядит, что мы просим, 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 просим. Но я говорю, это то же самое, что просить ребенка у Бога и не произвести никаких манипуляций нужных, да, это одинаково, поэтому ничего не происходит. Тогда давайте верить в то, что если мы у Бога что-то попросили, то мы это получим, потому что Он нас слышал, да, потому что, ну, вы представьте, написано в Библии, что и все, что не попросите Бога, да, о чем Бога не попросите в молитве, Он даст вам. И если что попросите по воле Его, Он сделает. Тогда что это означает? У Него есть воля помогать людям, принести там пробуждение в сердце человека, да, в общество наше. Есть у Него такое желание, больше, чем наше. Получается, что вот в этом отношении, в этом положении человек должен свою часть выполнить, чтобы просто это произошло. Первое, мы должны поверить, что Бог, Он желает этого больше нас, да. Будь то исцеление, будь то пробуждение по отношению к людям, которые нас окружают, к нашему обществу, к продвижению царства в этом мире, мы должны поверить, что Бог хочет этого больше, чем мы сами. Иначе, как так? Если я возрожденный человек, наполненный Духом Божьим, желаю этого, я просто по логике вещей должен понимать, что Бог, который есть любовь, Он мне дал это желание, оно от Него пришло в мою жизнь. Если Он мне это желание дал, как может быть, что Он имеет какое-то другое желание в этом отношении? Написано, что мы являемся сработниками у Бога. И если в нас пробуждаются подобные вещи, как бы, да, к достижению таких вот целей, к достижению людей, к достижению такой вот помощи, которую необходимо сделать, и это пришло в наше сердце от Бога, мы сработниками являемся у Него, мы не действуем отдельно. И это не получается так, что у нас Дух Божий, у нас не чей-то Дух. И когда в нас возникают вот такие вот желания и события, это Его желание прямое. Внутри нас. Потому что Он есть любовь. И Он этого хочет больше, чем мы. И вот мы на основании этих желаний, мы о чем-то просим и не получаем. Почему не получаем? Потому что не взаимодействуем. Потому что для того, чтобы получился ребенок, нужны правильные действия. Да? И, кстати говоря, Бог, Он не удерживает своего Духа от человека. То есть, вот мы... Потому что пробуждение – это Дух, да? Пробуждение – это когда Дух Святой приходит и начинает действовать. И Бог-то, Он не удерживает Духа от человека. Сказано, что просто, да, если вы попросите, то получите. Вот и все. Больше ничего не нужно. А здесь получается, что мы просим, а Бог, Бог, пошли пробуждение, пошли пробуждение, пошли пробуждение, да? А может быть, нужно подойти к человеку и сказать, слушай, прими Иисуса Господа в свое сердце и попроси у Него Духа Святого. И все. Человек просто скажет, поверит в своем сердце, что Иисус Господь, произнесет устами, что, ну, поверит в своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых, произнесет своими устами, что Бог есть, Иисус есть Господь в его жизни, да? Призовет свою жизнь Бога таким образом и попросит у Него Духа Святого после этого и придет пробуждение. Все. Если мы не расскажем об этом людям, ну, человеку, который нуждается в этом, в возрождении, в освобождении, если мы ему об этом не расскажем, как он об этом узнает? Мы будем просить Бога, Бог, пошли, да, Бог, пошли. Все, что Богу остается, это взять другого человека какого-то и послать к нему, чтобы тот другой ему это рассказал. Потому что, как по-другому, если ты не хочешь, и потом, когда это происходит, мы, о, аллилуйя, Бог слышит наши молитвы. Ну, ты два месяца молился, как бы, да? Бог тебя услышал уже в самую первую молитву, которую ты произнес, Он тебя уже услышал. Он тебя уже услышал, и просто, что Он хочет? Он хочет, чтобы ты пошел теперь после этого, и объяснил этому человеку, как нужно принять это пробуждение в свою жизнь. Вот и все. И всего лишь через два дня уже может произойти изменение, о котором ты можешь молиться полгода. А потом ты еще эту заслугу возьмешь себе. Почему? Потому что ты скажешь, это я ходатай. Я тут полгода молился, и что-то произошло, да? А Бог просто взял и другого человека отправил к нему. Да, наконец-то уже пусть это произойдет. И все, да? И вот такие ходатайства, они, как бы, избивают с толку, потому что ходатайство такого типа, оно не является новозаветным. Это ходатайство Ветхого Завета, когда люди там встают в пролом, да, и стоят там в этом проломе, как будто если они уйдут из этого пролома, да, весь мир в ад пойдет, потому что они оттуда ушли. Мое мнение, и верю, что не только мое, что Бог хочет больше нашего. Все то, что мы хотим. Поэтому вот такие ходатайства, когда делал это Моисей перед Богом, они не новозаветные. Представьте, что Бог встал перед, Моисей встал перед Богом и сказал, не уничтожай этот народ. Он говорит, хорошо. А теперь представьте, что мы, вот сейчас, в это время, мы вот с таким ходатайством тоже стоим перед Богом, и Бог, ну, помилуй этого человека, да, не сделай там это, там, не сделай то, там, да, вот. И таким образом, что мы делаем? Мы просто упраздняем жертву Христа. Просто мы встаем на место Христа, и мы, написано, что сейчас, в Новом Заветное время, ходатаем является Иисус Христос между человеком и Богом. И все. И это то, что нужно объяснить человеку. А когда мы встаем и ходатайствуем перед Богом за ситуацию или с другого человека, там, вот таким же способом, как это делал Моисей, то мы просто упраздняем жертву Христа. Потому что Христос уже это сделал. И, естественно, это не работает. И происходит не то, чего мы ожидали. Потому что это не совсем правильно. И я не против ходатайств. Я против, ну, таких ходатайств, потому что есть правильное ходатайство. Есть ходатайство, когда нужно ходатайствовать перед Богом за неверующих людей. Есть ходатайство, когда ты можешь ходатайствовать перед Богом за верующего человека. Но это ходатайство, оно должно быть правильным, оно должно быть правильно сформулированным, это должна быть правильная позиция, потому что ты в этот момент, в этот момент ходатайства, ты должен бороться не с Богом и стоять не между Богом и человеком, а ты должен бороться против мироправителей злобы поднебесной. Потому что ты ходатайствуешь перед Богом за то, чтобы убрать с пути или из жизни человека действия сатаны, дьявола, например, когда он его убивает, ты применяешь эту силу, ты ходатайствуешь перед Богом за это, или как брат, который согрешает грехом не к смерти, и так далее. То есть, понимаешь, мы ходатайствуем, не встаем перед Богом, что вот разгневанный Бог, который сейчас обрушил весь свой гнев на этого человека или на этих людей, и мы, как Моисей, стоим и упрашиваем, Бог, смилуйся, пожалуйста, над ним, смилуйся над этой ситуацией, да Бог, Он больше тебя хочет помочь. И это в корне неправильно, тем более в Новый Завет, потому что это сделал Иисус, мы не можем быть такими ходатаями. Но есть другое ходатайство, более правильное, когда мы боремся за людей и ходатайствуем против того, кто обманывает до сих пор, против того, кто забрал силу у человека, и против того, кто воздействует. Потому что человек неверующий, он не способен противостоять в этой духовной войне, но мы можем ходатайствовать за него. И когда мы за него ходатайствуем, мы вытаскиваем его из этой ситуации, мы просто убираем власть у сатаны, убираем власть у дьявола и ставим границы для того, чтобы он не воздействовал на эту личность. Но после этого нужно идти к этому человеку и говорить с ним о том, как он может получить вообще избавление, спасение и защиту лично, потому что ты не можешь ходатайствовать за него всю его жизнь. Ну, можешь, конечно, но я надеюсь, понимаете, в чем разница. Есть разница, когда мы представляем Бога разгневанным, каким-то нелюбящим, а сами такие любящие, и ходатайством перед Богом за эту ситуацию, потому что у нас такое сердце неправильно. И другое дело, когда мы соглашаемся с Богом, что Бог хочет помочь, но мы в ходатайстве боремся против того, кто мешает. В этом случае у Даниила была такая ситуация, что он один раз молился, и тут же он получил ответ на молитву. А другой раз он молился, и Бог сразу тоже его слышал, но он получил ответ через две недели. И когда пришел ангел, да, говорил, он сказал, говорил, по-моему, который боролся против князя Персидского. Вот, и он ему сказал, что как только ты молился, Бог сразу же послал тебе ответ. Но я пока шел, я встретил противостояние, и тогда вот я две недели боролся, чтобы тебе принести то, что он тебе сразу же дал. В первый раз Даниил получил это в течение 30 секунд, а второй раз через две недели. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу, если мы взаимодействуем с Ним, если мы в Его слове как бы находимся, ну, просим в Его слове, мы понимаем, что Бог, Он хочет помочь не меньше нашего. Но при этом мы сразу же, сию минуту не получаем ответ на просимое, то это не значит, что Бог нас не слышал. Это означает, что может быть есть какое-то противостояние, есть какое-то неверие, есть какое-то сомнение, и есть какое-то противостояние от нашего врага. И давайте верить в то, что Бог, Он сразу нас слышит, и Он сразу хочет нам помогать и действовать в том, в чем мы Его просим, потому что мы являемся Его соработниками. И не будем тратить лишние силы на то, чтобы, понимаете, быть бездейственными в плане даже нашей молитвы, как вот этот хороший пример с детьми, да, можно до посинения молиться и просить ребенка, ну, если не совершить правильных манипуляций, то детей не появится. Ну, дело хорошее, молиться, да, можно все время это делать, 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 ну, никак. Взаимодействовать надо с Богом, нужно понять, что мы должны делать. Поэтому мы не должны перелагать всю ответственность за Бога, ну, на Бога, да, в том, что необходимо сделать. Иисус, Он, например, так не делал. Иисус, Он, ну, не делал таким образом, что, вот, Бог сделай, и все. Пошел, помолился, всю ночь молился, да, там, и потом на следующий день, а теперь, Отец, сделай. А Сам сидел, и все. Нет, Иисус, что Он делал? Он шел, проповедовал, Он исцелял, Он воскрешал мертвых, да, Он открывал глаза слепым, Он освобождал от бесов. Это то, что делал Иисус. Он сотрудничал с Богом. Он применял ту власть, которая Ему дана была. И то же самое делал Павел. То же самое делал Павел. Вы понимаете, когда нужно было идти и что-то делать, Он делал именно это. Вы знаете, там, это Артемеда Ефесская была. Это же вообще было седьмое чудо света. Вот этот вот храм, и там у нее поклонников была уйма. И что Павел делал? Он мог там, мог часами взывать там к Богу, да, возле Ефесса, там, разбить палатки, там, и два года молиться, там, чтобы Бог сошел, там, и разрушил все дела. Нет, он этого не делал. Он пошел и начал проповедовать о Боге Живом, там, среди этих людей. И проповедовал силы и власть, данные ему от Бога. И тогда люди, что они стали делать? Они сами стали отворачиваться от этой богини Ефесской и начали верить в Бога. И такое количество людей было, что те, кто были, у кого был завязан бизнес на этом, да, которые делали необходимые вещи для этой так называемой богини, там, сувениры, они стали терять в своем заработке, и поэтому устроили гонение на Павла. А что он сделал-то? Он не собирал там, это, группу ходатаев из тысячи человек, там, и не молились они там возле этого Ефеса. Он пошел просто и проповедовал людям о живом Боге, и все. И больше ничего не делал. И я это не говорю в свете того, что мы сейчас должны пойти это и сделать, потому что это по умолчанию должно быть так. Я сейчас рассказываю о Царстве Бога, о том, как Царство Бога должно действовать. Ну, то есть, чтобы нам понятно было, здесь, на этой земле, то есть, не так, что отдельно Царство Тьмы и отдельно Царство Бога. И вот мы такие в Царстве Бога живем, такие хорошие, да, а Царство Тьмы тут раз так отдельно само по себе, как бы. И вот у нас война тут началась между собой. Нет, это все по праву принадлежит нам. И Бог от начала создал так, и Он не будет убирать свое слово. Вся земля принадлежит Богу, и Он отдал ее людям. Людям, которые являются новым творением в данный момент. Это мы, возрожденные люди. Вся земля принадлежит нам. Это не значит, что нам нужно устроить революцию сейчас. Это не значит, совершенно не значит. Почему? Потому что Бог не таким образом, не таким способом завоевывает жизни и сердца людей. И мы по себе это знаем, что когда Божий Дух входит в наше сердце, то меняется все. Меняется наше мышление, меняется наш взгляд, меняется наши отношения. И именно это Бог и хочет делать. Именно так Он и хочет продвигать свое Царство. Чтобы Его Дух, Он входил. Не Дух от дьявола, не злые духи дьявольские, не голос от сатаны. А чтобы Его Слово, чтобы Его Дух наполнял сердца людей больше, больше и больше. И таким образом продвигалось Царство Бога на этой земле. И если мы не будем сотрудничать с Богом в этом отношении, то этого происходить не будет. То есть, как бы произошло так. Церковь начала расти, вот в тот новозаветный период, когда это начало быть. И по истории мы знаем, что однажды, вот в Римской империи, в церковь того времени, просто вошла плоть. Потому что императорам был издан указ, что, ну, в двух словах, кто не станет христианином, на того будет гонение. И все. То есть, тебя не будет никак поддерживать государство. Естественно, все, кто жили в том государстве, сразу автоматически захотели стать христианами. То есть, они вошли в церковь. И вошли люди, которые, ну, их стало большинство, скажем так. И они стали доминировать. Естественно, решения, которые они начали принимать, они были не от Духа и не от того Духа. И слово было не от того Духа. И все это превратилось в религию. Вот, в еще одну. Потому что на тот момент уже существовали и Артемида, и Феска, и все остальные, да? Ну, еще одна религия, какая разница? Так вот, Бог хочет не этого. Он хочет, чтобы церковь, она вошла в мир. Не наоборот, чтобы мир пришел в церковь. А мы до сих пор наблюдаем такую тенденцию, да? Иисус сказал, что я не от этого мира, и вы не от этого мира. Здесь суть-то вообще как бы в другом. Что вы должны войти в этот мир, принести сюда царство, на эту землю. Так же, как и на небе. Вот моя задумка. Вот мое желание. Вот. И когда Бог, Он дал такую силу человеку и власть, да? Потому что Иисус восстановил вот это положение вещей, которое было в Эдемском саду. То есть, когда Бог благословил человека, Иисус, Он восстановил это положение. Он дал нам опять эту силу и власть. Называться и быть детьми Божьими. Да? Теперь вместе с этим пришла ответственность в нашу жизнь. Пришла ответственность. Вот. Ответственность. То есть, нам дана власть и нам дана ответственность. Пользоваться этой властью. Если мы не берем на себя ответственность, то ничего это не будет работать. Мы можем до посинения молиться и просить о чем-то Богу. Ничего не будет работать. Потому что в этом мире есть сферы, которые они, ну, буквально не затронуты Богом. Да? Не затронуты в плане, что там доминирует плоть и доминирует дьявол с его желаниями. И там меньше есть от Бога. И я как-то вот в прошлый раз сказал, что если мы здесь вот отсюда просто исчезнем, мы не будем находиться как церковь. Кто вообще заметит нашу пропажу? Кроме охранника никто, да? Но речь шла не только о нас. Суть о том, что, понимаете, вот существуют сферы, в которых мы живем. Это наша семья, да? Это образование, это управление этим миром. То есть, люди, которые стоят над государствами, да? Правительство, да? Есть сфера искусства, да? Есть СМИ, через которые доносятся слово на самом деле. И она полна вообще. Сфера СМИ, это, ну, это блевотина настоящая. Не это должно исходить из СМИ. Оттуда должны исходить вдохновляющие, положительные вещи, которые вдохновляют людей жить, которые помогают людям жить, которые... А не то, что, понимаете, и там доминирует не то, что должно доминировать. Не так Бог хочет. Поэтому вот все эти сферы, да, предпринимательства, когда иногда деньгами владеют не те люди, которые должны этим владеть. Не те люди. Потому что они пускают деньги не на то, что нужно. Они пускают деньги на то, чтобы убивать, уничтожать, наживаться и пожирать других людей. Неправильные люди владеют этими деньгами. На самом деле, как бы, это делает сатана, как противник. И он это делает за счет умов людей, за счет жизни людей, за счет того, что человек отдал ему эту власть. Но на самом деле, Бог дал ее нам, не ему. И поэтому он ждет от нас, когда мы начнем что-то делать уже. Он это заповедал. И я говорю, это не означает, что мы должны произвести революцию. Ни в коем случае. Нет, Богу этого не нужно, понимаете. Потому что он просто вот через одного человека ослепил армию, привел ее в плен к Израилю. У тех открылись глаза, а они уже находятся в плену. Без одного меча, без единого выстрела, без всего. Бог творит такие вещи, да, что мы... Вы представляете, вот сколько раз Иисуса пытались за что-то поймать, за что-то зацепить, да. Пытались ему что-то вот донести, в чем он не прав. Женщину, взятую в прелюбодеянии, по отношению к субботе. И всегда, 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 всегда он говорил какое-то слово или совершал какое-то действие, которому люди, пытавшиеся это сделать, не могли противостоять. Потому что у Бога есть безграничная мудрость и безграничная власть. И по факту это то, чем мы обладаем, как Его церковь, как Его дети. И этот потенциал, он есть внутри нас. Но пока мы не возьмем ответственность, не возьмем свою часть, так сказать, то этого не будет происходить, это не будет действовать. Представляете, что во многих вот, во всех вот этих сферах, которые я перечислил, жизненных, начнут действовать, ну, начнет действовать Дух Божий через людей. И будет проявляться мудрость Божия, будет проявляться мудрость Божия в управлении, да, городом, государством. Будет проявляться сила Божия в исцелении вместе с врачами. Я не говорю, что врачи, если бы не было врачей, уже все бы давно умерли. Это тоже определенное откровение от Бога по отношению к людям. Но у врачей есть ограничения, да, и они еще не все знают так, как можно было бы знать. И когда появляются люди, наполненные Духом Святым, и доминируют в этих сферах, понимаете, что мир и сатана, они не могут противостоять Богу, и не могут противостоять Духу Божьему. Вы помните, что произошло со Стефаном, когда его взяли, и когда он начал говорить? Написано, что те, кто противостояли ему, они не могли противостоять мудрости, которую он говорил. Иисус сказал, вы не готовьтесь, когда вас будут вести к царям, там, и так далее. Вы не готовьтесь, что вам ответить. Дух Божий будет делать это у вас. Не надо готовить там речь, и все. Будет дана такая мудрость, будет дано такое слово, что никто не может этому противостоять. Вот что Бог хочет. Чтобы во всех этих сферах появлялись люди, которые наполнены Духом Святым, и они начинали действовать. Начинали действовать вместе с Богом, как соработники. Не как революционеры, а как соработники, которые наполнены Духом Божьим. И это, на самом деле, ответственность. Почему? Потому что это начинается с самого малого. С самого малого. Сейчас вот еще пару слов о том, как это достигается. Ключ к этому, ключом к этому является высокий Дух в человеке. Вот Даниила, 6 глава, 3 стих. Это то место, где об этом написано. А вообще, все Ветхозаветное послание написано для того, чтобы мы из этого получали наставление, чтобы мы из этого могли научиться, все жизни людей, которые там есть, чтобы мы могли применять это как наставление. Понимаете? Не просто как историю. Мне, на самом деле, не нравится, когда Ветхозаветные истории буквально применяют к Новозаветному времени. Потому что мы живем уже в Новозаветное время. А Ветхозаветные истории – это образы и это принципы. Это не буквальные вещи. Потому что мы не живем во времена закона сейчас. Но как образы для того, чтобы научиться, как принципы действующие – да. Это да и аминь. И об этом именно Библия и говорит. И вот в Даниила, в 6 главе, в 3 стихе написано. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Представляете, что это был раб по своей сути, да? Он был человек, который был привезен туда как раб. Он был из другой нации. Но почему царь хотел это сделать? Здесь написано, что у него был высокий дух. И здесь речь не идет о том духе, который является человеческим, как в составе составляющей. То есть дух, душа и тела. Не об этом духе идет речь. Здесь речь идет об образе мышления, как человек поступает. То есть в других местах есть Библия, когда используется это слово «дух», но речь не идет персонально о духе человеческом или Божьем. Речь идет о твоем отношении к происходящему. Ну, как пример это, там, патриот, да? Знаете, дух патриотизма такой, да? Этот же человек, он же не одержимый каким-то духом патриотизма. Нет, это его мысли. Это его образ мысли. Он так думает. Он так поступает, он так видит. Вот о каком духе. И вот здесь именно об этом духе говорится, что у него был высокий дух. Да? То есть его отношение к тому, что он делал, оно было на очень высоком уровне. Да? Мы видим, что если он, например, имел завет с Богом, не есть то, что нельзя было есть в то время, так он, можно сказать, под страхом смерти, он сказал, ну, мы не будем это есть. И все. Понимая, что они за это могут лишиться жизни. Но это его видение, это его взгляд, это его понимание, это вот этот высокий дух, его отношение. Если он начинал делать какую-то работу, то он эту работу делал точно так же на высоком уровне. Своего духа, да? Вот этого, своего понимания. И другие примеры, это Иосиф, то же самое вы найдете там. Человек, который попадает в тюрьму и поднимается до уровня царя, да? Я говорю о продвижении. О продвижении царства, да? Потому что некоторые ждут, что вот когда Иисус придет, и тоже и они ожидали в то время, что Иисус придет, и он захватит все силой. Понимаешь? Бог не хочет этого делать. Он своим словом отдал нам землю во владение. Во владение. И ничто не может противостоять его мудрости, его слову. И это мы должны понять. Что и забирать мы эту землю будем точно так же. Не с помощью меча и не с помощью крови. А с помощью мудрости и силы Божьей, его духа и власти, которую он нам дал. И поэтому эти вот Иосиф, да? Просто как бы мудрость. Давид, да? Тоже. Который... Все люди, у них был высокий дух. Что это значит? Что то, что они делали, они это делали исключительно хорошо и перед Богом. Не перед людьми. У нас же какая тенденция? Если меня видят, то я должен делать хорошо. У многих. Если меня видят другие, тогда я делаю хорошо. Но если меня другие не видят, тогда могу поступать так, как я хочу. Но... И это не есть высокий дух. И получается... Я сейчас говорю о том, что как Бог может не только нас, любого человека, поднимать во всех этих сферах, в которых мы живем, в этом мире, поднимать на уровень тех людей, которые обладают. Да? Это с помощью высокого духа. То есть, если... Я о чем хочу сказать? Что не так, что ты можешь до посинения опять же молиться и просить Бог, дай мне там вот это положение, дай мне вот эту должность, дай мне... И ничего не получишь. Если у тебя не будет соответствующих действий. Потому что должен быть этот высокий дух, он необходим. Иисус сказал, что он верный в малом и во многом верен. Бог уже сделал что-то, он установил свои принципы, которые действуют. Есть некая закономерность, от которой ты не уйдешь. И вот это положение вещей, оно работает. И я, на самом деле, как бы на своей жизни это тоже испытывал. Потому что я пришел в реабилитационный центр, будучи наркоманом, не имея ничего. Имея только долгов и даже не имея документов. Я как тот шарик, которого нашли на помойке. Вот. С такими же правами приехал туда. Он говорит, мы тебя отмыли, очистили, а он нам это, вигвамы строит тут, короче. Да? Вот. И я пришел туда таким. И я, на самом деле, ну, вот я вам говорю, что у меня было желание, да, делать все хорошо настолько, в любом деле, которое мне было дано или поручено там. То есть, если мне нужно было мыть полы, я мыл их как для Бога. То есть, настолько хорошо я это хотел сделать, да. Мое отношение было таким, что, ну, мне потом начали доверять в этом, в том, в другом. Я, на самом деле, ну, удивлялся этому, да. За меня никто не ходатайствовал. И со стороны невозможно было увидеть, что во мне есть какие-то сверхъестественные проявления Духа Святого, чтобы этому человеку можно было доверять. То есть, почему? Потому что, ну, я не был таким импульсивным, ярко выраженным, да, в небо. Но мне доверяли одно, потом другое, потом третье. Все, что мне доверяли в этом месте, я пытался делать очень хорошо. Я старался делать очень хорошо. У меня было определенное видение это делать. В конце концов, я уехал оттуда, будучи заместителем центра реабилитации в России, да. У меня даже есть трудовая, есть доказательства, если вы не верите. Я заместитель директора, да. И, то есть, я достиг там той максимальной планки, которую можно достигнуть, потому что директор от заместителя, он ничем не отличался. Он просто жил в соседнем доме, был лидером соседнего дома, и он был просто директором, а я был его заместителем. Дальше уже шел президент, и я не мог занять его место. Но я могу сказать, что это не какое-то, понимаете, это работает как закономерность. Бог установил, что высокий дух является таким своеобразным мерилом для того, чтобы Бог тебя мог поднимать в любой сфере, где бы ты ни оказался. Если у тебя есть высокий дух, Бог тебя будет в этом месте поднимать. Это вот работает, по примеру, как с детьми. То есть, есть часть Бога, благословение, и есть наша часть, которую мы должны выполнить. Поэтому в нашем сердце есть желание, и нас тяготит к искусству, к управлению, к бизнесу, к чему бы то ни было. Но если мы в том месте, в котором мы находимся сейчас, по достижению своей цели, мы идем к какой-то цели, и там, где мы находимся сейчас, если мы не стремимся к тому, чтобы у нас был высокий дух, мы не сможем подняться, мы не сможем быть успешными в этом. Мы не сможем доминировать во всех этих местах, во всех этих структурах, не сможем, как христиане, это делать. Мы должны быть больше, чем этот мир, понимаете? А мы смотрим, люди, которые разбогатели, они работали первое время, с утра до ночи, для того, чтобы иметь это богатство. Люди, которые какие-то изобретения придумали, они там жизнь положили, чтобы достичь этого изобретения, да? А мы сидим на диване, плюем в потолок и говорим, Бог, помоги! А еще в воскресенье приедем, Бог, помоги! Бог, помоги! А получается, что мир, который не знает Бога, у него дух выше, чем у верующих людей. Поэтому это не работает. Мы должны доминировать, и Бог, понимаешь, он даже дьяволу ничего не смог сделать, потому что его слово, оно не может просто, он не может его выдернуть. Это повлечет за собой последствия. Поэтому он дьявола оставил с тем, что он имеет, и просто противодействие по отношению к нему придумал. Это ад, да, в конце концов. И так же и с нами, понимаете? Как бы мы должны стать выше этого мира. Мы не из этого мира, но мы по своей сути, мы должны не только называться и думать о том, что мы не из этого мира, а из какого-то другого. Нет, мы в этом мире живем, и в глазах Бога мы выше этого мира. Мы обладаем Духом Божьим, и мы выше, чем остальные люди в управлении, в искусстве. Во всем, во всем, во всем, во всем верующие выше. И если мы не имеем вот этот высокий дух, то подъема не будет никакого. А по факту люди, которые даже Бога не знают, применяя этот принцип, они в этом мире поднимаются, и они имеют все необходимое, и весь этот свой потенциал растрачивают впустую, не для продвижения Царства Божьего, а вообще просто непонятно на что и непонятно для чего. Часто даже те люди, которые являются даятелями, не христиане, делают это настолько неправильно, что это не приносит никакой помощи. Купят в Африку машинки швейные, привезут, поставят, через год приезжают, они все распроданы на запчасти. И они спрашивают, а почему? А потому что никто не научил людей работать на этих машинках, а потом продавать этот товар. И поэтому зачем они нужны, если не знают, как ими пользоваться. И единственное применение, которое мы нашли, люди этим машинкам, это продать их на запчасти и получить хоть какую-то прибыль с этого. И все. Поэтому это так. И мы смотрим иногда на еврейский народ. Вот евреи, они как бы все там имеют. И многие считают, что к евреям деньги просто липнут, из-за того, что они евреи. А на самом деле у них есть определенный склад ума. И им с молоком матери доносят принципы вот эти. Вот эти принципы им доносят с молоком матери. Они просто, у них менталитет, он уже в этом состоит. У них есть основания, на которых они строят свою жизнь. И хотя некоторые из них не знают Христа и не принимают его, тем не менее, духовные законы и законы Божии, они работают. Поэтому они являются успешными в чем-то. И одно из оснований, например, у них. Вот человек рождается, вырастает, и он уже вырастает с менталитетом, с пониманием того, что он должен участвовать в творческом процессе. Участвовать в творческом процессе. Понимаете? Не просто метлой подметать, как бы, и снег убирать. Это тоже процесс, но это самый начальный уровень. Творческий процесс, это вообще, ну... Второе Коринфянам, шестая глава, первый стих. Они это понимают, и поэтому вы, как бы, ну, где вы евреев видите? Везде. И везде они успешные, да? Потому что они понимают, что человек, Бог дал им, и они это принимают как от Бога. Но мы, мы благословлены вместе с Авраамом, да? Мы не имеем меньше благословения, чем они. Нужно это понимать. Просто они, они это приняли, как само собой разумеющееся. Все, если ты по плоти рожден, как еврей, значит, ты имеешь благословение. Все. И он так думает. Но при этом он понимает, что ему нужно что-то сделать. Чтобы стать зубным техником, нужно идти учиться. А потом работать и достигать. Чтобы стать каким-то поэтом-композитором, нужно пять лет там положить в этой музыкальной школе, и потом еще дальше продолжать продвигаться в этом, да? Они не просто сидят на диване и ждут, когда же это произойдет, когда прилипнет ко мне вот это все благословение, да? Это нужно понимать. Высокий дух, да? Это ключ к тому, чтобы, чтобы вот в этих сферах людям доносить Евангелие. Второе Коринфянам, шестая глава. Первый стих. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Соработники. Вот оно. Соработники. Бог, Он являлся Творцом. Он продолжает творить. Бог, Он Творец. Творец. Правильно? Поэтому участие в творческом процессе здесь, мы, как соработники, участие в творческом процессе. Нужно искать того, чтобы участвовать в творческом процессе. Понимаете? Поэтому Божье Царство, это не там, где оно отдельно живет. Там есть Царь, и все подданные такие ходят, там ничего не делают. Слава Богу! Пошли дальше. Слава Богу, да? Нет. Подразумевается, землей обладайте, участвуйте в творческом процессе. Люди нечестивые, и дьявол с помощью них забрали то, что по праву принадлежит детям Божьим. Понимаете? И суть не в том, чтобы совершить революцию, а в том, чтобы пройти в эти сферы и явить мудрость Божию там, и власть Божию, и силу, и любовь Божию. А не завоевать это силой. Потому что никто не может противостоять мудрости Божьей. Никто не может противостоять силе Божьей. И нужно усилие, нужно как бы, мы должны действовать как соработники. И еще у них есть одно основание, это как защита частной собственности, да? Или как управление. Потому что еврейскому народу Бог всегда что-то давал. Давал просто вот, берите и пользуйтесь. Берите и пользуйтесь. Он дал им землю, обетованную во владение. Сначала человеку дал землю вообще в целом, да, Адаму и Еве. А потом, как Божьему народу, он дал землю, в которую они должны были войти. И потом, и далее Бог все время дает. И вот на нашем уровне, в котором мы живем, мне Бог дал однажды, доверил швабру, да? И когда он мне доверил швабру, я старался иметь высокий дух по отношению к тому, что мне доверено. И через время я уехал оттуда заместителем директора, да? Не поломойщиком. Я бы мог так 10 лет и мыть там полы, да? Если бы, да, опять полы, помыл, ушел. А пока никто не видит, посижу, покурю. Да? Мы так работали там. Мы приезжали на работу, на стройку. И там эти прорабы, они убегали от нас. Потому что нам сказали, вот сделайте вот здесь. Мы такие сделали, раз к нему. Мы все сделаем, что еще нам делать? Он такой, так, ну давай еще вот это вот сделаем. А там же, ну, структура, это вот, ну, в Питере я с этим столкнулся. То есть там есть большая стройка, есть начальники, есть вот прорабы, которые вот руководят процессом непосредственно. И эти прорабы, они должны сделать все правильно. И вот у них задача, чтобы нас озадачить. Да? А мы что делаем? Мы только сделали, мы идем к ним. Мы только сделали, мы идем к ним. Только сделали, мы идем к ним. Начальник строительного участка, он понимает, что мы там нужны. Мы так хорошо делаем работу, что если нас там не будет, просто других они таких не найдут, кто так хорошо работает. Да? И это я сейчас говорю, не чтобы там это, там как-то, на самом деле это было так, никто там так не работал, как мы. И тогда он, ну, просто он хочет нас оставить там у себя, во что бы то ни стало. И тогда он пытается всегда нам найти работу. И как он это делает? Он говорит прорабу, чтобы они были всегда заняты. И у прорабы вот такая вот голова через две недели стала, потому что мы к нему приходим, мы все, что еще надо делать? Мы все, что еще надо делать? И он уже начал делать так. Он говорит, смотрите, вот надо сделать вот это и это. И он говорит, это на весь день. Пожалуйста, не приходите ко мне больше. Вот это вот сделайте, и чтобы я вас больше не видел. Ну, все. И иногда бывало так, что мы два часа работали, и весь остальной рабочий день мы были посвящены сами себе. Мы гуляли там по стройке, разговаривали с людьми, сидели в бытовке, пили чай. И иногда даже уходили на соседнее поле и играли там в футбол. Понимаете? Вот, мы не добивались того, что, а, меня никто не видит, буду сидеть, ничего не делать, пока меня никто не видит. О, начальник идет, скачали там, подметаем, да? Понимаете? И тогда мы получали эту работу очень легко. Люди говорили, давайте нам еще людей на этот объект, на тот объект. И, по сути, мы не перерабатывали. Вот своим вот этим отношением мы очень мало там работали, а получали в соотношении с нашей работой достаточно много. И в других местах, где мы работали, происходило точно так же. Мы носили там белые каски. А белые каски, это каски, которые носят прорабы. И все остальные рабочие на этой стройке думали, что мы прорабы. И мы-то могли даже иногда им приказывать, что нужно делать. Просто, ради прикола. Понимаете? То есть, как бы, Бог, Он поднимает того человека, который имеет высокий дух. Поэтому я говорю, я говорю, что это, я видел, как это работает, это работало в моей жизни, это описано в Библии, как пример. И таким образом, Бог хочет нас поднимать в тех местах, где мы будем находиться в нашей жизни, для того, чтобы распространять его царство, для того, чтобы Евангелие царства, оно распространялось, и, ну, церковь начинала доминировать в обществе. Вот, когда такая церковь, доминирующая церковь, если она вдруг исчезнет из этого общества, вот тогда общество сразу увидит разницу. Почему? Потому что Иисус сказал именно об этом, вы соль земли, и вы свет этому миру. Потому что, если сейчас верующие исчезнут, вряд ли кто-то заметит разницу. Потому что, вот эти все сферы наполняют в основном люди нечестивые, люди, которые не знают Бога, но при этом успешные. Понимаете? Так что, есть к чему стремиться, и у нас есть хорошее обетование, и есть власть от Бога, чтобы это иметь, получить. Давайте будем действовать, не сидеть на месте. Субтитры сделал DimaTorzok